Сразу начнем с Клаб Денуи Интенс Мэн. Если вы используете этот аромат, я предположу, что вам чуть больше 20. Я бы даже сказал 24. И вы просто обожаете этот сладкий аромат с нотками цитруса и древесины. Вы от него без ума. Давайте на чистоту. Каким бы хорошим ни был запах, вы купили его, потому что не можете позволить себе оригинал. И я говорю о Крит Авентус. Ананас, черная смородина, яблочный бергамот, пачули, марокканский жасмин, роза и в качестве базовых нот немного ванили, мускуса, амбры, дубового мха. Я думаю вам за 30, возможно 32. Вы купили этот аромат с первой крупной зарплаты, чтобы отметить свою победу. В сегодняшнем видео мы поговорим о том, как выбрать подходящий аромат для вашего возраста. Парни, подключайтесь к уроку. Любой аромат можно использовать в любом возрасте. Почему? Ну, все просто. Главный принцип – подбирать тот аромат, с которым вы будете чувствовать себя уверенно. А чтобы ощущать себя уверенно, нужно подобрать тот, который будет сочетаться с химией именно вашего тела. Иногда мужчинам дарят ароматы, которые им не нравятся. Но они используют их, чтобы, например, не расстраивать свою девушку. Фишка в том, что в таком случае вы никогда не будете уверены в себе на 100%. Но, когда вы подберете подходящий, вы сможете использовать его с уверенностью в любом возрасте. Однако, важно понимать, что запах тела меняется с течением времени. Если в 90-х вы зажигали в клубах, надушившись Фаренгейтом, сегодня я бы избегал его. Запах слишком резкий, чтобы можно было ощущать себя уверенно. Тем не менее, я думаю, что он вполне подойдет для мужчины лет 55, хорошей комплекции, который хочет познакомиться с девушкой на одну ночь при условии, что этой девушке слегка за 30. Что насчет ароматов для подростков? Допустим, вам 17, 18, и вы выбираете аромат в торговом центре. Вы ищите что-то на лето, что-то солидное и недорогое. Вы можете выбрать нотику Voyage. Фруктовый, цветочный аромат, воды многовато. На насилие аромата это не сказывается. Идеален для дружеских посиделок на выходных. Возможно, он станет вашим универсальным ароматом на лето. Зеленые листья, лотос, мимоза. Но в основном внимание привлекает шикарные базовые ноты. Драйдаун с нотками янтаря и мха. Это доступный и универсальный аромат. Вы используете все за лето и месяцев через шесть пойдете за новым флаконом. А что делать тем, кому только недавно исполнилось 30? Нужен хороший летний аромат. Не слишком броский. Например, вы меняете работу, откладываете деньги на новый дом. Остановите свой выбор на Дэвидов Кул Уотер. Душистый морской запах. Это классический аромат, известный еще с 80-х. Однако он не устарел и не выглядит дешево. Он очень хорош для своей цены, и его можно спокойно использовать и летом, и весной, и даже осенью. Многим людям он напоминает зеленый ирландский твит. И раз уж мы заговорили о твите, нельзя не вспомнить этот классический аромат от бренда Крит. Вам слегка за 40, возможно, 45. Вы абсолютно уверены в себе, вы знаете, как хотите пахнуть. И вы можете потратить определенную сумму на хороший классический аромат. Возможно, один из самых классических мужских ароматов. Вы можете возразить, Антонио, не любой аромат подойдет в любом возрасте. Мне понятен ход ваших мыслей. Отдельные ноты могут быть очень резкими, даже оскорбительными. Отдельные оттенки ассоциируются с молодостью и старостью. Сильный насыщенный аромат наподобие миллиона от Пакарабаны. Многие ассоциируют этот запах с юностью, я согласен. Но мне кажется, он подойдет имущене за 50, если он в хорошей физической форме. Выглядит моложе своих лет и будет чувствовать себя уверенно. Или небольшая ремарка. Если ваш бюджет ограничен, но вы хотите такой же аромат, как миллион от Пакарабаны, попробуйте Golden Secret от Антонио Бандераса. Очень похожий аромат. Я согласен, некоторые ароматы заставляют окружающих воспринимать вас более зрелым. Душистые ароматы с нотками земли и древесины. Поло Грин, классика из 80-х. Многие парни за 50 используют его на протяжении уже более 30 лет. И им идет. Их женам нравится этот аромат, и он не стремится сменить его. Означает ли это, что если вам 19, он вам не подходит? Конечно нет. Посмотрите, понравится ли он вам. Допустим, вам 16 и вам нужен аромат для тренажерного зала. Не слишком резкий, но способный заглушить естественный запах тела. Остановите ваш выбор на Дэвидов Чемпион. Да, вид флакона несколько необычный, но это надежный аромат по крайне доступной цене. Классические цитрусовые ноты хорошо справляются со своей задачей. А какой аромат подойдет для тренажерного зала, если вам ближе к 30? Что-то без лишних оттенков, не слишком резкое. В идеале, то, что можно быстро нанести на кожу и не беспокоиться. Lacoste L 1212 White. Один из моих любимых. Он крайне легкий, невероятно дешевый и держится 4-5 часов. Цитрусовый душистый аромат с нотками древесины. Если вам 28, идеально. Что насчет уважаемых мужчин 35-37 лет? Вам нужно что-то, что подойдет и для зала, и для выходных. Что-то очень универсальное. Вы хотите упростить себе жизнь, и готовы потратиться на подходящий аромат. Он обойдется вам сильно дороже сотни долларов, и вы не найдете его по скидке. Вам нужен Allure Homme Sport от Chanel. Помимо аромата Extreme есть и другие варианты, про которые вы, возможно, не слышали. Он довольно сильный и дольше сохраняется. Мне он нравится. В особенности цитрусовые верхние ноты и кремовый шлейф. В нем также немного бобов тонко. Это насыщенные ароматы, вы можете пойти с ними в зал, но я настоятельно рекомендую использовать его в других ситуациях. Но в целом, он универсальный. Что подойдет мужчинам за 60? Эти парни заботятся о себе. Некоторые из них выглядят так, как будто им чуть меньше 50. Иногда они курят сигары, и им нравится такой запах. Рекомендую табаром от Крит. Это мужской аромат, нерезкий. Немного цитрусовых нот в начале. Немного имбиря и табака в основе. Классический и очень хороший. Давайте поговорим о парне, которому 23. Он только что окончил колледж и сейчас покупает свой первый настоящий аромат. Вам уже надоели дешевые варианты, но, тем не менее, вы не гонитесь за дорогими брендами. Вы начинаете свои поиски с Aqua Digio с той лишь оговоркой, что его название звучит слишком устаревшим. Попробуйте вместо него Profumo. Да, это тоже не новинка, но это классический аромат и таковым он и останется. У большинства коллекционеров, он уверенно, входит в десятку любимых ароматов. Три, пять таких ароматов смогут вписаться в коллекцию любого мужчины. Теперь представим парня за 30. Фактически, если вам меньше 30, то вы предпочитаете что-то более притягательное для противоположного пола. После 30 более чистые ароматы. Итак, вам нужно что-то классическое, что понравится вашей жене или девушке. Попробуйте The One от Dolce & Gabbana. Классический аромат, настоящий янтарь. Насыщенный аромат, подходящий для трех сезонов, весны, зимы и осени. И, эй, я думаю, что он вполне подойдет и прохладной летней ночью. А здесь у меня припасена пара ароматов для мужчин старше 40. Уверенности вам не занимать, вы хорошо себя знаете. И именно поэтому вы можете позволить себе нечто подобное. Например, вам 46. Вы уже не ходите по вечеринкам, как тогда, когда вам было 26. Но вы получаете удовольствие от лучших вещей в жизни. Вы холосты, вы встречаетесь с девушками. Вам нужно что-то, что подчеркнет ваш образ. Удвуд от Тома Форда. Классический и мягкий. При этом вы можете не сдерживаться слишком сильно, поскольку вы можете позволить себе такой аромат. Или Apple Брэнди от Киллиана. Пить его не советую, но запах у него что надо. Парни, если вы тоже когда-нибудь использовали потрясающий аромат и никто не обратил внимания, я понимаю вашу боль. Давайте погрустим вместе. Поставьте лайк. Тем самым вы даете ютюбу понять, что это видео действительно важное. И да, когда никто не замечает ваш дорогой аромат, это настоящая боль. Антонио грустит. Парни, я знаю, у вас есть свое мнение, буду рад увидеть его в комментариях. Что вы думаете о Саваж? О парфюме от Морли Ирод? Я думаю, что Спайсбом под Виктора и Рольфа подойдет парню чуть старше 20. Согласны? Напишите в комментариях. Прадо Ле Ом. Что вы думаете? Подойдет ли он для 30-ти, может 40-летних парней? One Office for Men? Что скажете? 25 или ближе к 40? Ультра-мейл от Джана Поля Готье? До 30 или после? Коурос? Подойдет только для зрелых мужчин или сгодится и для 20-летних? Повторюсь, парни, дайте знать в комментариях. Какое видео посмотреть следующее, может как правильно душиться? Многие парни совершают ошибки. Они перебарщивают с духами или напротив почти ничего не оставляют на коже. Не делайте так. В видео будут самые подробные инструкции. Правда? Оно хорошее? Переходите по ссылке. До встречи.